Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Об этом стоит узнать» в студию ведущий Пётр Горохов. Уже третий месяц для нового набора первокурсников кампуса МГИМО в Одинцово звучит звонок, приглашающий занять место в лекционном зале. Этот университет широко известен не только в России, но и за рубежом. Высок статус абитуриентов вуза. Многие из них – золотые медалисты, победители международных и всероссийских конкурсов и олимпиад. И это, конечно, значительно усложняет условия поступления. Но те, кто успешно прошел вступительный конкурс и стал студентом Университета МГИМО и Института энергетической политики и управления инновациями МИЭП МГИМО, получают уникальную возможность стать обладателем заветного диплома. Диплом этот не только престижен, но и, безусловно, востребован на рынке труда и у нас в стране, и за рубежом. Подвести итоги прошедшей приемной кампании, рассказать о тех, кто стал первокурсниками, какие новые программы открылись в этом году в МГИМО Одинцово, о формировании новой образовательной среды мы пригласили в нашу студию Елену Александровну Козловскую, заместителя директора МГИМО Одинцово, и Игбала Дильча Гулиева, заместителя директора МИЭП МГИМО. Итак, как прошла приемная кампания, насколько полно реализованы планы, которые были поставлены на эту приемную кампанию? Давайте вот с этого и начнем. Мы очень довольны результатами приемной кампании. Действительно, в этом году средний балл выпускников вырос, это происходит год от года. В этом году у нас впервые появились бюджетные места, на которые претендовали лучшие выпускники страны. Ежегодно мы проводим опрос наших первокурсников, о том, почему они выбрали наш кампус, что им нравится, что не нравится в их новой студенческой жизни. И с радостью для себя мы отметили, что действительно абсолютное большинство выбрали МГИМО Одинцова как вуз с высочайшим качеством образования и репутацией. Ну, я хочу сказать, что действительно эта репутация наработана была в очень короткие сроки, и, наверное, все-таки здесь сыграла роль, что, скажем так, репутация самого МГИМО изначально была высочайшей. Но и Одинцовский кампус тут в грязь лицом не ударил. Что можно сказать об академической мобильности студентов? Образование – это основа успешной жизни. И хорошее образование позволяет не только рассчитывать на более высокий доход в будущем, но и расширяет возможности выбора. И филиал МГИМО в Одинцово – это часть общего образовательного пространства МГИМО. Мы не позиционируем себя как что-то отдельное. Мы часть общего пространства с общими образовательными стандартами, общими подходами к обучению. У нас на площадке работают три факультета, института наиболее популярных в МГИМО. Это факультет международного права, факультет управления политикой и Международный институт энергетической политики и управления инновациями. И созданы два уникальных факультета – факультет финансовой экономики и факультет лингвистики и межкультурной коммуникации. Образование дает не только знания и навыки, оно формирует определенные ценности и поведенческие установки, которые также важны для успеха в будущей жизни. И здесь мы активно формируем среду, в которой растет гармоничная личность. Через студенческие сообщества, через спорт, через творчество, через совместную работу, наставничество старших и первокурсников. Одна из очень важных задач Денцовского кампуса – это создание мультикультурной образовательной среды и обеспечение академической мобильности для наших студентов. И в этом году мы набрали первую двойную программу совместно с британской бизнес-школой «Хенли». Наши первокурсники через год, в случае успешного освоения программы здесь, имеют возможность поехать учиться за рубеж. И также мы активно приглашаем на стажировки в рамках академических обменов иностранных студентов к себе. В этом году численность иностранных студентов в Денцовском кампусе почти 12% от общей численности первокурсников. Ну, то есть академическая мобильность, то, о чем Вы говорили, на высоте. Да, безусловно. Здесь никаких ограничений для образовательного процесса нет? Безусловно. А что скажет Игбал Адельевич? В нескольких словах хотелось, чтобы Вы сказали о том, насколько для МИЭПа успешна была эта компания и все ли задачи поставлены удалось выполнить? Говоря о Международном институте энергетической политики и управления инновациями МГИМО, отметим, что наша программа традиционно пользуется большой популярностью у абитуриентов. И этот год тоже не стал исключением. На первый курс бакалавриата и магистратуры МИЭП на текущий учебный год мы набрали прекрасных студентов. Наши первокурсники уже за почти три месяца обучения показали свою целеустремленность, свое рвение к учебе, к знаниям, к изучению иностранных языков, к научно-студенческой жизни. Коллега подробно рассказала об итогах приемной кампании. Я не буду останавливаться на цифрах, но без преувеличения должен сказать, что одни из самых достойных, одни из самых талантливых и лучших абитуриентов выбрали Международный институт энергетической политики и управление инновациями МГИМО. И я уверен, что их ждет успешная учеба и прекрасное профессиональное будущее. Что касается образовательной среды, то в рамках МИЭП она постоянно совершенствуется. Это не только высокий уровень профессорско-преподавательского состава, но и наполнение программ дополнительно актуальной информации. Наши образовательные программы сфокусированы на чрезвычайно актуальных вопросах развития инновационной и цифровой экономики. В настоящее время все мы наблюдаем нестабильную ситуацию в мире, осложнение международных отношений, введение одними или вторыми странами политических и экономических санкций. И в этой связи мы должны быть готовы, и мы должны готовить кадры для будущего экономики нашей страны в целом, для отдельных ее регионов и субъектов. Именно вызовом сегодняшнего дня отвечают программы МИЭП МГИМО в Одинцовском кампусе МГИМО. Процессы, которые происходят сегодня в мире, с одной стороны требуют некой фундаментальности образования, но с другой стороны огромной мобильности новых знаний. И усилениями руководителя МИЭП Валерия Ивановича Салыгина и решением ученого совета МГИМО мы в этом году создали кафедру управления инновациями. Наши выпускники должны быть готовы к тому, чтобы после окончания МГИМО эффективно участвовать в тех важных проектах, которые реализуются компаниями в области цифровой экономики, инновационной экономики. И с учетом этого в задаче новой кафедры управления инновациями будет прежде всего практическая подготовка студентов в этом направлении. То есть я так понимаю, что вы еще учите студентов и не просто работать, но работать в неблагоприятных внешних условиях, противостоять неким таким нечестной конкуренции, о которой, кстати, сейчас очень часто говорят, именно в сфере энергетики, противостоять каким-то негативным внешним воздействиям. Все верно. Именно в таких очень сложных условиях, в условиях нестабильности мы обучаем своих кадров. Ну что ж, мне хотелось бы теперь поговорить о профессиях, которые предлагаются студентам, абитуриентам. Сейчас говорят об исчезновении старых профессий, о возникновении новых профессий, о том, что постоянно меняющиеся условия, соответственно, требуют новых подходов для того, чтобы на рынке труда эти профессии оставались востребованы. Высокий уровень востребованности, чтобы было у выпускников. Вот что можно сказать здесь, насколько интересны действительно эти профессии, которые предлагаются? Действительно, цифровизация общества и экономики породила спрос на людей, которые способны решать нестандартные задачи в условиях высокой неопределенности. И успеху в этих областях способствует определенный набор компетенций, в том числе связанные с познанием, это системное критическое мышление, связанные с коммуникацией, в том числе межкультурная коммуникация и отдельная область, отдельные компетенции, так называемые цифровые, в частности, культура работы с информацией. И все эти компетенции востребованы абсолютно во всех профессиональных группах. И здесь есть два вызова для нас. Первый связан с открытием программ, которые непосредственно решают эти задачи. И да, мы действительно в этом учебном году запустили четыре новых, абсолютно новых программы. Две программы – бакалавриат и магистратура по бизнес-информатике. Это культура работы с информацией, это искусственный интеллект. Бакалавриат по направлению финансово-экономика, который потенциально для части выпускников станет двойной программой, после которой они поедут учиться за рубеж. И это программа по лингвистике и межкультурной коммуникации – наш новый бакалавриат. Но, кроме того, мы активно вводим дисциплины, связанные с развитием ключевых компетенций 21 века во все учебные планы, во все направления. Это культура работы с информацией, это критическое системное мышление, потому что именно эти компетенции обеспечивают долгосрочное конкурентное преимущество наших выпускников. Уже не считая того фундаментального образования, которым МГИМО традиционно гордится высочайшим уровнем языковой подготовки и подготовки по дисциплинам выбранной профессии. Ну и вообще, я хочу сказать, что первокурсники МГИМО славятся тем, что они уже на первый курс приходят хорошо подготовленными. Это значит, что еще со школьной скамьи закладываются правильные направления подготовки. И я думаю, что 23 ноября, во время Дня открытых дверей, пишет, для школьников будет много интересного, да, именно в плане того, на что им, чтобы поступить в этот ВУЗ, в МГИМО, на что им обратить внимание в своей подготовке. Да, действительно, 23 ноября, в пятницу, мы планируем День открытых дверей для всех, кто интересуется поступлением в МГИМО, не только на программу Денцовского филиала, но в первую очередь, конечно, на них. В рамках Дня открытых дверей мы планируем, во-первых, мастер-класс по компетенциям будущего, так мы его в общем называем, профориентацию могут пройти школьники, и, конечно, познакомиться с деканами факультетов и руководителями программ, на которые они планируют поступать. Когда мы спрашивали в этом году наших первокурсников, не жалеют ли они о выборе, и о выборе кампуса, и о выборе направления подготовки, для нас было приятным открытием увидеть, что профориентационная работа, которую мы вели, привела к тому, что наши первокурсники довольны своим выбором, они не жалеют о нем. Вообще всегда на Дне открытых дверей МГИМО я отмечал открытость, доброжелательность, никто не надувает щеки, несмотря на то, что вуз действительно ведущий, отвечает на все вопросы, и это такой день лайфхаков для студентов, очень хороший, действительно, много подсказок, и человек, который задает правильные вопросы, он наверняка получит правильные ответы. Правильные ответы. Что касается МИЭПа, уже 15 лет Международный институт энергетической политики и управления инновациями существует в рамках МГИМО. Игбал Адельчев, в нескольких словах, главная особенность и главная привлекательность. Вы уже частично на этот вопрос ответили, мне бы хотелось, чтобы вы в него все-таки немножко углубились. Понятно, что энергетика – это сегодняшний день, но в первую очередь это, наверное, и завтрашний день. Кто будет энергетической сверхдержавой, тот будет на коне. В нескольких словах о вашей сфере. Колоссальный спрос и привлекательность программ Международного института энергетической политики и управления инновациями подтверждается, на самом деле, итогами приемной кампании последних лет. Мы в рамках Одинцовского кампуса реализуем принципиально новые программы как бакалавриата, так и магистратуры, которые включают в себя уникальные учебные курсы. В рамках программы МИЭП наши студенты рассматривают вопросы развития предпринимателей в инновационной сфере, вопросы управления инновационными проектами, вопросы экономики и финансирования инновационной деятельности, инвестителей в инновации и так далее. Одной из ключевых задач является подготовка высококлассных специалистов, необходимых в настоящее время для компаний и организаций Московской области. За последние годы мы становимся свидетелями, как вы уже ранее отметили, кардинальных и все более стремительных перемен и в промышленном секторе, и в экономике, в энергетике, и в сфере образования в том числе. И эти процессы глобализации, цифровизации экономики, формирования мирового информационного пространства, применение глобальных компьютерных сетей, кардинальным образом изменили мировые товарные рынки. И в современных условиях для российских компаний важной составляющей успеха является именно коммуникация и активное взаимодействие с международными корпорациями. И в связи с этим будут наиболее востребованы специалисты, это специалисты нового поколения, это гибкие, адаптивные, обладающие широким спектром международных компетенций и междисциплинарных компетенций. Таких специалистов и готовит Международный институт энергетической политики и управления инновацией МГИМО. Вот если говорить о программах и направлениях подготовки в рамках бакалавриата, что бы Вы хотели отметить, на чем бы в первую очередь сакцентировать внимание, что на Ваш взгляд является наиболее интересным для потенциальных абитуриентов? В рамках бакалавриата это программа Мировая экономика и инновации по направлению подготовки экономика и Международный бизнес и управление инновациями по направлению подготовки менеджмента. Целью программы Мировая экономика и инновации является подготовка бакалавров, способных к эффективной профессиональной работе в сфере экономики, развития инноваций и реализации инновационных стратегий в России и за рубежом. Целью же программы Международный бизнес и управление инновациями является подготовка бакалавров, способных эффективно осуществлять организационно-управлическую и информационно-аналитическую деятельность по управлению инновациями и реализации инновационных стратегий в международном бизнесе. С учетом указаний руководства страны по развитию цифровизации экономики и также стратегии ведущих наших корпораций, в том числе энергетических, мы в этом году в наши программы дополнили новыми курсами, в рамках которых у нас рассматриваются глобальные технологические тренды в цифровой экономике, интеллектуальные технологии в бизнесе, информационная система бизнес-моделирования, проблемы кибербезопасности и так далее. Вообще, какие перспективы у выпускников МИЭПа? Понятно, что диплом МГИМО действительно это некая гарантия качественного образования и с дипломом МГИМО охотно берут выпускников, окончивших бакалавриат, но вот все-таки у вас специализация какая у выпускников, где их ждут больше всего? Ну, я бы на самом деле выпускникам бакалавриата посоветовал бы поступить в магистратуру, потому что наши выпускники могут поступить, к примеру, на магистрские программы, которые мы осуществляем с нашими стратегическими партнерами, это с компанией Роснефть, Транснефть, Газпромбанком. Это прекрасная возможность получить высококлассную практико-ориентированную подготовку. Адресная, я так понимаю, да, уже подготовка? Да, да. Идет адресная, нацеленная на заказ определенной крупной компании? Да, то есть у нас студенты, магистранты проходят практико-ориентированную подготовку, проходят практику в этих компаниях и в период обучения проходят стажировку и, как правило, получают приглашение на работу в этих же структурах. Кроме того, у нас есть 4 международные магистрские программы, которые МИЭП МГИМО реализует с нашими ведущими европейскими вузами. Эти программы предполагают обучение как в России, так и за рубежом и дают возможность получения двух дипломов университета МГИМО и одного из зарубежных вузов-партнеров. Нашими партнерами являются такие известные университеты, как Сент-Эндрюс в Великобритании, лидер европейского экономического образования. Это университет Луиджи Бакония в Милане, в Италии. Это один из старейших вузов Европы. Лейпцигский университет в Германии. Это университет Норд и высшая школа бизнеса в Норвегии. А также ряд авторитетных учебных заведений в Соединенных Штатах, Франции, Канаде, Японии и так далее. То есть сложности в отношениях с некоторыми западными нашими партнерами не мешают студенческому обмену и обучению наших студентов за рубежом? Нет, в образовательной среде у нас таких проблем нет. Мы проводим и не только в образовательной, и в научной среде у нас таких проблем нет. Мы проводим и совместные конференции с нашими японскими коллегами в том числе. То есть таких проблем нет. Ну то есть я понимаю так, что после окончания магистратуры, я сейчас говорю не о бакалавриате, а именно о магистратуре, компания получает уже готового специалиста, которого не надо ничему учить, который знает, что делать, как делать, когда делать и полностью готов включиться в работу крупной компанией. А что касается все-таки прохождения практики, вы сказали о Роснефть, есть еще несколько магических названий. Мне бы хотелось, чтобы вы их все перечислили для того, чтобы наши телезрители поняли, насколько действительно серьезно еще на стадии обучения идет вот этот образовательный процесс с точки зрения получения практических навыков. Вообще основы образования, которые дает МИЭФ МГИМО, как в кампусе Навернадского, так и в Одинцовском кампусе, это всегда мы делаем упор на практико-ориентированную подготовку. Это обусловленное требование ведущих компаний и банков, которые являются нашим партнером. Некоторые из них я уже озвучил ранее, но добавлю, что кроме Роснефти, Транснефти, Газпромбанка нашими партнерами являются Норильский Никель, Росгеология и другие структуры. Мы считаем очень важным также организацию практики и стажировок наших студентов в первую очередь в дочерних обществах, а также на крупных предприятиях наших партнеров в Московской области. Нельзя не сказать и о стажировке студентов и магистрантов МИЭФ в кучу в международных организациях. Это структура и организация объединенных наций, это организация стран-экспортеров нефти и другие. Елена Александровна, мне бы хотелось, чтобы вы со своей стороны несколько поподробнее рассказали бы все-таки о магистрских программах, потому что понятно, что бакалавриат это некое, люди закончили, 4 года отучились, они получают определенное образование. И для того, чтобы все-таки идти в магистратуру, нужен некий стимул, нужно понимание того, а что мне это даст. Вот несколько подробнее все-таки о магистрских программах. На Ваш взгляд, какие наиболее сильные, наиболее привлекательные для потенциальных абитуриентов магистратуры? Болонская система дала возможность студентам в рамках уровней бакалавриата и магистратуры менять свою образовательную траекторию. И это очень ценное приобретение. То есть, получив, например, степень бакалавра по экономике, выпускник может получить степень магистра по другому направлению подготовки и таким образом сформировать уникальный для него подходящий набор профессиональных компетенций. И поэтому, конечно, бакалавриат – это фундаментальное знание в рамках магистратуры. Если тем более выпускник сменил профиль подготовки, ему придется очень интенсивно трудиться, чтобы в течение двух лет практически освоить новое направление. Глядя на наши магистрские программы, могу сказать, что традиционно большой популярностью пользуется программа магистратуры по направлению юриспруденция. Она называется «Правовое сопровождение бизнеса». Традиционно всегда высокий конкурс на эту программу. По направлению подготовки экономики у нас две программы. Одна в рамках МИЭП МГИМО и одна программа в рамках факультета финансовой экономики по управлению внешнеэкономической деятельностью компании. В этом году абсолютно новая программа, на которой мы впервые делали набор «Искусственный интеллект» по направлению подготовки бизнес-информатика. Это наш большой успех, о котором хочется говорить. Это совместная программа с группой компании АДВ, профессионалом на рынке коммуникационных сервисов и нашим давним партнёром, физико-техническим университетом МФТИ. И здесь это был серьёзный вызов для МГИМО, потому что МГИМО не ассоциируется традиционно с техническими направлениями, с информатикой. Это был серьёзный вызов, но мы набрали сильную группу, они показывают великолепные результаты. И на выходе это выпускники, которые создают продукты искусственного интеллекта, прежде всего в сфере коммуникации, поскольку искусственный интеллект используется абсолютно во всех областях деятельности. Мы взяли опыт нашего ведущего партнёра. Другие направления подготовки также. На факультете управления политики магистрская программа по направлению политической психологии и конфликтологии, традиционно популярна. Причём не столько у бакалавров, сколько у людей, которые уже поработав, поняли, что хотят что-то добавить к своей профессии, осознанно делают этот выбор. Программа стратегического управления персоналом также для нас является своеобразным сигналом рынка, что на неё приходят люди, уже работающие в этой профессии и понимающие, что они хотят добавить фундаментальности. Безусловно, на ней есть и выпускники бакалавриата, но вот это такая интересная тенденция, что в магистратуру идут люди, уже определившиеся с профессией. Зачастую их первое образование далеко от того направления, которое даёт магистратура. Это, наверное, особенно ценные и благодарные ученики, которые чётко понимают, для чего они получают эти знания. Да, и наши лингвистические... У нас две магистрские программы по лингвистике. Одна программа подготовка переводчиков по направлению экономика управления, другая программа по межкультурной коммуникации традиционно привлекает выпускников не только МГИМО, но и других языковых вузов. На факультете управления политики, факультет, который работает на двух площадках, на площадке Одинцовского кампуса реализует магистрскую программу по государственному муниципальному управлению, которая также привлекательна для тех младых людей, которые планируют карьеру в сфере госуправления. И, Игбал Адельевич, в нескольких словах Вы о магистрских программах, направлениях. Наша принципиально важная магистрская программа МИЭП, созданная на базе Одинцовского кампуса, называется «Экономика управления инновациями» и осуществляется по направлению экономикой. В целом, появление идеи и результаты разработки данной программы обусловлено пониманием того, что сегодня рынок труда характеризуется очень высокой конкуренцией и диктует необходимость получения дополнительного экономического образования, отвечающего мировым стандартам, а также серьезной профессиональной языковой подготовки. Такую возможность и дает наша магистрская программа «Экономика и управление инновациями» в Одинцовском кампусе МГИМО. Целью данной программы является подготовка магистров для обеспечения эффективной деятельности в области инновационного развития, реализации инновационных стратегий и управления инновациями в федеральных и региональных органах власти, международных организациях и крупных бизнес-структурах. Можно с уверенностью сказать, что магистрская программа «Экономика и управление инновациями» является принципиально новой программой не только нашего университета, но и уникальной программой на современном рынке образовательных услуг Москвы и Московской области. Магистрская программа в области «Экономики и управления инновациями» ориентирована на желающих получить второе высшее образование и реализуется в очно-завочной форме. То есть преимуществом этой программы является удобный график обучения, позволяющий совмещать как учебу, так и работу, и при этом обеспечивает получение необходимых знаний и организационно-управленческих компетенций, практико-ориентированную, а также интенсивную языковую подготовку. Занятия проводятся три раза в неделю, два раза в будни вечером, а также в субботу. Программа рассчитана на два с половиной года, и по окончании выпускникам выдается диплом ГИМОН МИД России с присвоением квалификации магистра экономики со знаниями иностранного языка. Магистрская программа экономики и управления инновациями открывает широкие карьерные перспективы в ключевых государственных и региональных органах, а также в ведущих корпорациях, предприятиях и банках. Ну и мы знаем, что МИЭП по праву гордится инновационностью своих программ и методик преподавания, и также знаем, что каждый год вы своим студентам предлагаете что-то новое. Вот что вы взяли на вооружение в этом году, и как вообще студенты задействованы в научных исследованиях, насколько это вообще необходимо и оправдано? Ну, в этом году мы в Международном институте энергетической политики и управления инновациями создали студенческий научный инновационный клуб. Наиболее активные студенты МИЭП принимают участие в рабочее этого научно-студенческого клуба, который, кстати, выиграл грант на проведение научных мероприятий в этом учебном году. Под руководством Центра стратегических исследований в области инноваций и цифровой экономики, нашей новой кафедры управления инновациями, наши студенты проведут инновационную неделю в МГИМО, в Одинцовском кампусе. Также отмечу, что студенты могут принять участие в работе Центра стратегических исследований в области инноваций и цифровой экономики, который разрабатывает рекомендации для ведущих наших компаний по эффективному внедрению и управлению инновацией с учетом лучшего мирового опыта. В целом хочу отметить, что МИЭП ему уделяет особое внимание и научной, и общественной жизни студентов. Наших студентов ежегодно приглашают на большие научные и научно-практические мероприятия. Студенты МГИМО участвовали в этом году в Российской энергетической неделе, в Международном форуме «Открытые инновации» и ряда других больших конференциях. Компания, с которыми нас связывает стратегическое партнерство, организует для наших студентов уникальные мастер-классы. Как видите, у нас мероприятий научных и общественных очень много. Елена Александровна, в нескольких словах о том, как проходит практика, я думаю, что вам есть что дополнить к тому, что сказал Икбал Адельевич. Действительно, практика наших студентов и магистрантов – это важный и приоритетный вопрос. Студенты Андицовского кампуса имеют возможность проходить практики в организациях, являющихся партнерами МГИМО, с которыми у университета заключены долгосрочные соглашения. Так, студенты факультета управления политики могут пройти конкурс и проходить ее в Государственной Думе, органах государственной и федеральной власти, в местных органах власти. Студенты Международного правового факультета могут проходить практику в крупных компаниях, партнерах МГИМО. Многие студенты самостоятельно находят себе места практикам и также в этом им не препятствуем, потому что зачастую бывает так, что пройдя первый раз практику на третьем курсе, студент с облегчением говорит, как хорошо, что я попробовал, это уберегло меня от ошибки. И тогда уже на четвертом курсе он выходит туда осознанно, понимая, где и как он планирует строить карьеру. Это вопрос, которому мы уделяем очень большое внимание в кампусе. Ну что ж, спасибо огромное за ту информацию, которую вы сегодня озвучили. Приемная кампания в Одинцовском филиале МГИМО прошла успешно. В этом, собственно, никто и не сомневался. На все направления и образовательные программы были высокие конкурсы, а значит, учиться в МГИМО будут действительно лучшие из лучших. Пожелаем им удачи и напомним, что подробно узнать о новых направлениях образования, программах и условиях поступления можно посетив День открытых дверей, который состоится 23 ноября в 15.00. В рамках мероприятия вы сможете подробно узнать об образовательных программах бакалавриата, магистратуры и колледжа 2019-2020 учебного года, а также ознакомиться со спецификой обучения в Горчаковском лице МГИМО и получить ответы на интересующие вас вопросы.